Только в нашей области раком толстой кишки заболевает 600 человек ежегодно. Распространенность этого вида заболевания в стране уверенно занимает третье место среди онкоболезней. Хирургические методы лечения рака толстой кишки коллапрактологам показал приглашенный специалист, основоположник новационных методик профессор Петр Царьков. На мастер-класс съехались врачи из Владимирской, Ярославской и Костромской областей. В этих регионах подобные операции не проводятся. На сегодняшний день хирургическими методами и в сочетании с комбинированными методами лечения можно добиться 80-85% пятилетней выживаемости и даже выздоровления больных от онкологического заболевания. Ну, судите сами, это порядка 400 человек, 400 спасенных жизней в вашем регионе ежегодно. Онкология – очень затратная дисциплина. Одна из немногих возможностей сделать ее экономически выгодной – хирургическое лечение. Если пациент поступает на ранних стадиях, его излечение обходится в 20-25 тысяч рублей. Лечение пациента на более поздних, третьих-четвертых стадиях, требует существенных вложений на применение лучевого оборудования и использование химиотерапии – до 200 тысяч рублей ежемесячно. Петр Царьков, увиденный в диспансере, остался доволен. Он отметил, что руководство учреждения правильно расставляет акценты в расходовании выделяемых государством средств. Я должен дать очень высокую оценку организации онкологической помощи в вашем регионе. Сэкономленные нами, хирургами, онкохирургами, которые занимаются раком толстой кишки, средства в лечении больных раком толстой кишки, пойдут на лечение других категорий больных другими локализациям, где химиотерапевтическое лечение, где лучевая терапия более эффективна, чем для наших локализаций. В Ивановской области эти операции успешно делают уже более полугода. Больница полностью переоснащена новейшим оборудованием. Теперь онкодиспансер – своеобразная школа по переподготовке специалистов из других регионов. Опухоль, она достаточно богата проходящими через нее различными анатомическими образованиями, в том числе сосудами. Нельзя просто отрезать опухоль, если через нее проходит крупный сосуд. Тогда мы нарушим кровоснабжение рядом расположенных тканей. Так вот это современное оборудование, фактически оно является микрохирургическим оборудованием, которое позволяет из опухоли выделять сосуды, нервные окончания, при этом когда не страдают рядом расположенные ткани и органы, но опухоль, когда мы убираем полностью и радикально. Рак толстой кишки считается излечимым заболеванием. И у сегодняшнего пациента, согласившегося стать учебным пособием для коллапрактологов нескольких регионов, большие шансы на выздоровление. Петр Царьков отметил, что для спасения этого больного сделано все возможное.